На Ямале, как и по всей стране, стартует углубленная диспансеризация граждан, перенесших коронавирус. Такое поручение дал президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе ежегодного послания. Это позволит переболевшим COVID-19 пройти комплекс обследований и своевременно выявить возможные осложнения. Исследование будет проводиться в два этапа. Первый включает в себя измерение насыщения крови кислородом в покое, тест с шестиминутной ходьбой, спирометрию, общий клинический и биохимический анализы крови, проведение рентгенографии органов грудной клетки, а также исследование крови, позволяющее выявить риск тромбоза глубоких вен и эмболии легочной артерии. По результатам обследований пациента осмотрит врач-терапевт и даст рекомендации по лечению или направит на похорождение второго этапа. Дополнительными исследованиями на втором этапе станут УЗИ сердца и вен нижних конечностей, КТ легких. Первый этап диспансеризации можно будет пройти в любой больнице округа. Второй, согласно маршрутизации, в больницах Салихарда, Лабытнанге и других районных и городских. Предусматривается компенсация транспортных затрат. По информации Территориального фонда медицинского страхования, сейчас в списках для прохождения углубленной диспансеризации более 57 тысяч мальцев. В ближайшее время их будут обзванивать страховые представители. В первую очередь на обследование пригласят тех, кто тяжело перенес COVID-19 и имеет несколько хронических заболеваний, которые могут дать осложнение после инфекции. Также углубленную диспансеризацию предложат пройти людям, переболевшим коронавирусной инфекцией в средне-тяжелой и легкой форме. Кроме того, в списки внесли ямальцев, перенесших пневмонию, а также тех, кто не проходил профобследование более двух лет. У них также появится возможность провести расширенный мониторинг состояния здоровья. Пройти обследование может любой гражданин, у которого нет документальных сведений о том, что он переболел коронавирусом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...